Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И сегодня я вам покажу свои клумбы из петунии и лобелий после обрезки. Прошло две недели после обрезки. Я снимала отдельную обрезку петунии и лобелий. Это именно сегодня пойдет речь о петунии многоцветковой. Через неделю эта петуния после обрезки не просто восстановилась, она стала еще красивее, чем была. Это был сплошной ровный ковер цветов. Сейчас две недели и некоторые расцветки уже вырываются и становятся не такими ровными коврами. Но это даже и красиво. Она такой живой получается цветочек, живыми лепестками. Но за это время, пока они были без цветочков обрезаны, успела подняться цинерария приморская, петуния все-таки по скорости обгоняет. Цинерария очень мощный цветочек, но петуния растет как бы быстрее. И вот еще моя серединка из двух расцветок пеларгонии тоже успела вырваться вверх. То есть пеларгония будет выше, но ей надо какое-то время. Петуния многоцветковая особенно, очень быстро цветущая. И вот я хочу вам охарактеризовать каждую, название каждой, именно многоцветковой. Хочу начать с бригитты. Бригитта, вот она очень ровно, очень красиво. Я ее просто не первый раз сажу, красиво цветет весь сезон. Этот именно цветок, именно этот сорт можно не обрезать даже. И вот так вот до конца сезона, до мороза она будет выглядеть. Ну и для омоложения можно делать обрезку. Вот вы можете видеть, вот сплошные-сплошные бутончики, которые будут расти. Очень стебли жесткие, стоят ровненько. Ни каких вообще проблем никогда не создают. Петуния красная марика. У марики цветочек чуть покрупнее. И как все красные петунии, она более прихотливая. Более прихотливая, цветочков немножко меньше. То есть они такие густые. Но вырастает она чуть выше. То есть, чтобы получать красивый красный ковер весь сезон. Здесь у меня марики кустиков меньше, чем у бригиты. Так как пострадала рассада. И вот, чтобы получать красивый ковер весь сезон, все-таки марику желательно обрезать. И вот сейчас, на данном этапе, вот я могу обрезать, пока они здоровые, красивые. Но все равно мы должны учитывать, что в середине июля петуния уже немножко начинает стареть. Поэтому для омоложения можно делать обрезку. Петуния сильвия. Сильвия, она оказалась, ну, во всяком случае, семена у меня стопроцентная схожесть была. На этот счет самая крепкая. Но веточки у нее самые тоненькие. Высота самая высокая из всех многоцветковых, которые я вам сейчас покажу. Но веточки самые тоненькие. Поэтому желательно обрезать. Но кусты у сильвии самые раскидистые, самые роскошные, большие. Поэтому сильвии можно было, если тех садить 10 кустиков на лепесточек, здесь можно было даже 7 кустиков посадить. И был бы тот же эффект. Но все то же самое. Вот многоцветковая, как многоцветковая, одни сплошные бутоны. Вот они открываются прям сплошные-сплошные бутоны. Хотя уже прошло 2 недели, она цветет эту неделю. Ну, вот такая вот красавица. Петуния нора. Нора примерно так же, как и Бригитта выглядит. Но чуть выше растет. Жесткие стебли, прямо стоячие, высокие. Можно стричь, можно не стричь. Но растет вверх. Именно вверх мощный. Петуния береника. Береника сплошной ковер цветом дает. Просто цветы. Вообще не видно никакой зелени. Вот так постоянно. И я фактически не обрываю вот отсветшие. Вот за эти 2 недели я один раз обрывала отсветшие. А вот береники даже не обрываю. Чтобы оборвать цветочки отсветшие, вот там, ну, надо вот так вот раскрывать просто туда. И вот все время вот такая вот одинаковая, красивая. Вот мы дальше, следующая опять Сильвия. Вот видно, как она роскошно разбрасывается. То есть она, ну, в кусте веточек у Сильвии намного больше. И петуния, и вето. Эта петуния, она меня удивила, чем она очень ранняя. Посаженная, посеянная в один день, высаженная в один день. Она раньше всех зацвела. Раньше всех росла в рассаде. Больше всех росла. И больше всего было цветов. Если там сплошные цветы, то здесь были в два слоя цветы. В два слоя цветы. Вот такой лососевый цвет. И цветочек сам величины большой. Но мы должны учитывать то, что если петуния вот так вот сразу очень много цветов дает, то она может раньше и отсвести. То есть омолаживать ее надо. Я ее тоже подрезала, так как она была в высоту больше других даже. Очень красивые и очень неприхотливые все сорта. Поэтому я вам рассказала. Это петуния селекции черной. Я покупала двух производителей, так сказать, фасовщиков. Это все чешские петунии. Вот такие они красавицы. Всем советую, кто хочет неприхотливых и обильно цветущих петуний. И пару слов о лобелии. Вот моя лобелия после стрижки. Через две недели после стрижки лобелия тоже через неделю покрылась полностью густыми цветами. Особенно вот розовая, она очень густо цветущая, скажем, пышно цветущая самая получилась. Пышно цветущая, но уже можно делать следующую обрезочку. Сильно не надо. Просто верхушечки, сами цветы, чтобы вот эти стареющие цветы, образование семян немножко остановить. Это будет их омолаживать. Вот синюю, которая каскадная, можно, ну, сантиметров пять можно обрезать. Так как тут очень уже большие кусты. Поэтому можно продолжать делать обрезку. Мое небольшое озерцо. Цветуния низкорослая. Тоже через неделю просто было сплошным потоком водички, вытекающая из горшка. Очень красивым. И через две недели вот она уже довольно высокая. И можно повторить стрижечку. Я очень жалко. Хочется любоваться и любоваться. Но будет еще лучше, когда мы подстригали, я вам показываю. Здесь были большие прогалины. Фактически сбоку вот этих вот маленьких дырочек уже не видно. То есть сплошная текущая водичка. Вот такая вот неимоверная красота, которую я хотела с вами сегодня поделиться. Заводите цветочки красивые. Много из них очень неприхотливых, которые будут заставлять вам только одну радость. И оставайтесь с нашим каналом. Будем знакомиться со всеми новостями. До новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!